Привет! За моей спиной концертный зал гостиницы Альфа. Такой он советский. Он советский, смотрите. И проходит где, знаете что? Проходит тут, как сказано на этом плакате, международный чемпионат IFBB Pro League E. Pro League E. Russian Championship. Который проводит очень сильно известное в максимально узких кругах Оксана Гришина. Четырехкратная Мисс Олимпия категории фигур, если я верно произношу. И я проездом, я еду сейчас на чемпионат Азии, в Киргизию, я на пару часов в Москве. И решил заехать посмотреть преджаджинг категории. Будет уже в принципе ясно, я уверен на преджаджинг, кто выиграл, потому что турнир проходит одним днем. Ветер у меня вот мой Санчо Панца тащит пока чемоданы. Чемпиона в гриме. Господа, приветствую. Слава. Вот, так сейчас мы посмотрим, как тут будет все организовано. Ну и соответственно, в какой уровень спортсменов приехал. Смотрите, даже Андрюха, Анток приехал, здорово. Решил Торо про карту выиграть. Ну, про карту нет, но вроде получше стало. Ну, про карту нет. Про карты мне не дадут. Небогатые люди проезжают, за двадцатку по этому выступать. Все хорошо. Так, давайте на мое видео не ориентироваться. То, что тут совершенно нет никого, кроме спортсменов. Это потому, что здесь происходят сейчас полуфиналы. Поэтому, в принципе, тут быть никому и не нужно. Так, в зале будет тоже пусто, сто процентов. Потому что, в принципе, я думаю, это никому особо не интересно. Поэтому в зале тоже людей нет, скорее всего. Что-то люди ждут. Сейчас посмотрим. Видимо, тут аренда была самая недорогая на эти выходные. Но, на самом деле, абсолютно нормальное место для проведения. Конечно, гримерки я не видел. Меня туда вряд ли пустят. Я туда не очень хочу. Мне пока интересно глянуть сцену. Хоть немножко подснять категории. На финал я не останусь, потому что вечером уже самолет. Ну, хотя по бодибюдам еще будет виден уровень непосредственно. Все, вроде ничего. Категория бодибилдинга-новички. Один человек. Пришел, выиграл, победил. Александр в накидовке, практически. Но сейчас дождемся другие категории бодибилдинга. Посмотрим, у кого еще есть 20 тысяч рублей за выступление. Или там больше, все два слоя грима. У меня вообще плавки с собой. Может быть, это, быстренько пойти, намазаться чем-то. Ну что, ребята, если будете искать приорити в Шереметьево, то зал Москва. Прямо по кайфу. Мы тут долго просидели, довольно-таки, после турнира Оксаны Гришиной. Впечатление у меня простое. Турнир Оксаны Гришиной оказался унылым. Сейчас пролетим в Бишкек утром. Поспим, проснемся, сидим плов. Загримируемся, выступим. Проведем все переговоры. График простой, быстро, оперативненько. Не знаю, что будет по форме после самолета и сразу на сцену. Но это же интересно. Уже через 20 минут идти на посадку. Поэтому, ребята, я пойду. А что это? А не то, что вы подумали. Это иммуномодулятор противовирусный. Что в составе не помню, называется Головит. Просто купил самое дорогое, что было в аптеке. Потому что себя плохо чувствую до сих пор. Какую-то заразу в Индии подцепил. Какой-то вирус, не знаю. Сопли горла болят до сих пор. Поэтому справляюсь с этим. Как могу. Витамин С. Какие-то уколы непонятные. Иммунокомплексит генетика. В целом, кажется, мне хочется лучше намного. Потому что поначалу я просто умирал. Незвестная дрянь работает. Какой-то белый порошочек. На флаконе. Вот такие дела. Бишкек, Киргизия. Прилетели сегодня утром. Немного поспали. Ночью было минус 14. Вылетаем из Питера. Написано плюс 2. Одеваемся в тонкие куртки. Прилетаем. И что оказывается, минус 14. Но тут совершенно иное ощущение холода. По сравнению с Питером. Тут в минус 15. У нас плюс 5. Проснулись. Солнышко. Потрясающая погода. Я здесь с семинаром. С представлением нашей продукции. С выставкой. И еще я выступлю здесь в категории бодибилдинг 90+. И поэтому куда мы идем? Естественно, пожрать с утрица плова. Сейчас посмотрим, какая тут еда. Какая она на вкус. Вечерком, конечно, уже будет поинтереснее. Побольше пищи. Хотя на самом деле нет. Ведь уже через 6. 6 дней. У меня в Маниле по планам в данный момент турнир Шон Роден Классик. В категории Классик Физик. Где мне нужно будет опять быть весом 86 кг. Все. Поехали кушать. Ребята, лопчик. Пока Саня срал, я первый блюд уже съел. Там была лапша с канинами. В воде. Я не знал, что она в воде. Она называлась флагман, да? Пиш-бармак. Вообще было очень вкусно. Лапша была. Такая легко сваренная. Зелетела на раз. Канина была мягкая. Вкусно. Видите, бульон я слил. Естественно, бульон я не ел. Принесли плов. Мясо, короче. Я разжевать могу, но не буду. Но жесткая просто жесть. Если я его съем, то перевариваться будет до завтра. Поэтому оставим только канину. Первую в виде белка. Очень мягенькая. Сейчас вот подгрузим риса. Естественно, жирный. Как плов готовится. Традиционно здесь заливается много масла. Добавляет бараний жир. Поэтому по плову все хорошо. Ну и уже отталкиваясь от времени выступления, я буду либо еще раз поем рис, либо перейду уже на сладкое. Будет видно. Вам расскажу, что это порция плова за 130 рублей. Или 180. Говядина. 200 грамм говядины или баранины. Стоит тоже около 200 рублей. Я не с головы беру, тут написано. Курс, например, один к одному. С местными деньгами. 300 грамм курицы стоит 150 рублей. Я так хочу пить просто ад. В чем-то того, что я не подводился. Просто убрал воду. Хорошо. Стянуло. В принципе, для отсутствия подводки формой доволен. Напивал много воды и резко выключил. Все, давайте, скоро там соревнования будут. Во дворе у нас живет дракон. Такое вот красиво называется гостиница Golden Dragon. Golden Dragon. Ничего она вам не напоминает, как название? Погода вообще просто супер. Шикарное лобби. Огромный номер. Очень мне понравился. Велики вот можно здесь погонять. Ну, конечно, мне это нахрен не надо. Но сам факт же приятен, что можно погонять велики. Сидите, как просто кайфово. Стилево. Все в таком вот стиле. Ну, так вот, путешествуешь на подготовке? Здесь все вкусненько, все хочется, а нельзя? Ну что, ребята, посмотрите. Это Бишкек. Это количество зрителей, которые пришли на турнир. Прошли уже бикини, впереди остальные категории. Похоже уже бодибилдинг будет. Подарков целая куча. Губки даже красивые, по-моему, стоят. Ну, здорово на ноге, да? Очень-очень здорово. Я уже в гриме. Итак. Внимание, поворот направо. Поворот направо. Спасибо. Ну и все ждут минуту свободного позирования. Ребята, это легендарный спортсмен у нас из города Санкт-Петербург. Это многократный чемпион и призер. Поэтому давайте вот просто даем аплодисменты весла. Вот это уровень. Вот это мастерство. Вот это позирование, на которое мы хотим равняться. Калецкий Руслан. Он является призером Санкт-Петербурга и Кубка России. И сам является тренером, тренером-чемпионом. Приехал к нам из Олимпии Мумбай. И через 6 дней едет на Шон Роден-классе. Вот он, какой многократный наш гость из России. Давайте встретим его по-особенному. Ваши аплодисменты. Ну что, будем мучить спортсмена? Обязательно будем мучить спортсмена. Спортсмен, потому что... Чтобы вы не думали, что я нарушаю режим, ребят. Я скажу вам, когда люди спать. Добрый человек. Очень добрый человек уже потащил чемодан куда-то. Голден Дракон. Та-дам. Смотрите, ребят, где мы. Мы на рынке. У нас есть час времени. И нас повели кушать. Что-то местное. Сейчас, короче, будем... Что-то мухавое, смотрите. Вообще огонь. Ну так, по колориту, по колориту. Слушайте, в любом случае, все, что не Индия, мне кажется, все безопасно. Посадка просто космическая по людям. Все, вещи запаковали. Ехали. Ехали медведи. Что, далеко аэропорт у нас? Да. А? Далеко. Далеко. Аэропорт далеко. Далеко от сколько? Полчаса? Нет, чуть побольше. Час где-то. Надеюсь, он издевается. Ты издеваешься? Нет. Шурик. Когда у нас самолет? 16 лет спит. Ну, в общем, нормально. Камера садится. Успею, что-нибудь снять, сейчас сниму.